Будет ли Динамо участвовать в играх чемпионата Украины, который пройдет в прифронтовом Мариуполе? Поединки запланированы на 26 августа для молодежных команд и на 27 для первых. Однако на прошлой неделе родители динамовцев из детского и юношеского составов попросили главу Федерации футбола Украины перенести игры в другое, более безопасное место. Реакция не последовала. И матери юных игроков, опасаясь за жизнь и здоровье детей, попросили вмешаться президента. Но буквально три дня назад глава СБУ заявил, что в период празднования Дня Независимости в городе возможны попытки дестабилизировать ситуацию. Не исключены даже провокации и теракты. Поэтому руководство клуба приняло решение не отправлять молодежку на игры. Прибудет ли на матче основной состав динамовцев, мы решили узнать у вице-президента клуба Андрея Мадзиновского. Он сегодня гость в нашей студии. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Поедет ли основной состав? При таких умовах, которые склались на сегодняшний день и таких обставинах, звичайно, нет. А как вы принимали это решение? Это после того, как родители толкнули молодежный состав и вы его транслировали дальше на основной? Или есть еще какие-то факторы, которые... Знаете, для президента Киевского Динамо и менеджмента Киевского Динамо здоровья и жизни игроков и болевальников являются высшими за турнирные результаты. И, естественно, это решение принималось только на основе законов, только на основе регламентных норм, которыми регулируется проведение матчей чемпионата Украины. А о каких нормах вы сейчас говорите? Закон стоит четко на нашей стороне, и он говорит о том, что Федерация Футбола Украины и Украинская Премьер-Лига обязаны дотриматься регламентных норм FIFA и УФА в своей деятельности. А регламент безопасности FIFA четко говорит о том, что уровень небезпеки проведения, или безопасности проведения каждого матча на территории с высоким ступеньем ризику, визначаются исключительно и эксклюзивно специальными службами каждой Украины и правоохранными органами. В нашем случае в Украине таких органов есть три. Министерство внутренних справ, Служба безопасности Украины и Управление государственной охраны. Уси три выше зазначенные мной структури дали на адресу Киевского Динамо и на адрес Федерации Футбола заперечивали на ответы о том, что матчи в Мариуполе, славном месте в Украинском Мариуполе, на жаль, на превеликий жаль, на данный момент проводить неможливо. Почему? Потому что существует высокий уровень террористической загрозы и проведение таких матчей, массовых заходов, которые за собой привлекут больше десятки тысяч глядачей, конечно, могут нести риски для жизни, здоровья и участников глядачей и глядачей. А у вас есть какие-то исторические прецеденты, чтобы матчи проводились в подобных условиях? В принципе, были такие уже варианты? Найяскравейший прецедент 2004 год, умовы помаранчевой революции в Украине, когда футбольный клуб Шахтар Донецк отказался ехать в мирное место Луцк, мотивируясь тем, что существует загроза безопасности гравцам и персоналу. Федерация Футбола Украины, тогда ее склад, пошла на встречу гравцам Шахтаря и тренерам и перенесла матч в место Одессы на грудень месяц. Если говорить про международные примеры, то это же самое касается Киевского Динамо, когда наш матч в лютом 2014 году УЄФА перенесла с Киева до Некосии, и фактически матч с Валенцией мы мусили играть на нейтральном поле, потому что обстановка в Киеве не была тогда совсем мирной. И если выяснить международные примеры, мы видим постоянно перманентные переносы и матчей с территорией Израиля, когда возникает иногда теоретическая загроза на тех или иных территориях. Как яскравый пример проведения в 2006 году матч в месте Киеве, у нас тут, на стадионе имени Лобановского, матч между командой Макаби Хайфа и Ливерпуль, Англия. Само тогда УЄФА заборонила играть в Израиле, мотивирующихся тем, что там была подвышена террористическая небезопасность. В общем, я так понимаю, что законы, все остальные факторы пока на вашей стороне. Какие последствия для клуба? Вот вы приняли решение, вы не едете, не едет ни основной состав, не едет ни юношеская часть Динамо. Чем это грозит? Что дальше будет? Вам поставят технический... Поразку. Да, дальше. В Федерации есть такая возможность решением контроля экспертного комитета зараховывать нам техническую поразку. Но это нас не лякает. Почему? Потому что у нас есть уверенность про то, что наши действия грунтуются исключительно на законе, и мы используем весь арсенал правовых и юридических средств для подтверждения своей правоти, а именно к внесению апелляционной скарги, если в разе того, что будет принято незаконное решение. И в конце концов, как венец всего, мы должны вернуться в Международный спортивный суд в Лозанне, где наши доводы, я думаю, будут врахованы и приняты законные решения. Большое спасибо, Андрей. Вице-президент футбольного клуба «Динамо» Андрей Мадзиновский пояснил нам ситуацию, которая сложилась с матчем в Мариуполе.